меня прошлый раз просили напомнить какую-то структуру курса, давайте что-нибудь скажу, вообще слова, вы мне скажете, что вам не понятно, а дальше, если все будет понятно, я чем-нибудь еще расскажу, что успею. Так, у нас курс вообще состоит из двух частей, значит, это теория колец, теория полей, теория колец, все примерно понятно, в основном мы занимались теорией делимости, там есть такая картинка, что вот у нас есть коммутативные кольца, потом мы выкинули делительные нуля и получили области целостности, потом мы сказали, что мы хотим заниматься теми кольцами, в которых есть разложение на множестве, это вот такие факториальные кольца, и какие у нас есть критерии факториальности, ну это либо кольца главных идеалов, внутри них и вкидовые кольца, внутри них поля, еще тут есть ответвление, а именно, ну вот здесь можно еще говорить про более общую вещь, про него тервокольца, в нашем управлении это были области целостности, но в принципе это не обязательно, и еще кроме этого мы вот здесь в этой дырке доказали, что если f факториально, то f от x тоже факториально. А так, в основном первая часть курса, это было определение доказательства этих вложений, какие-то контрпримеры, тут не все контрпримеры были проведены, но большая часть была проведена, ну и по ходу дела нам пришлось там что-то новое вводить, там например поля частных мы ввели, это вот для доказательства факториальности. Значит вторая часть это теория полей, где мы занимались с тем расширениями полей, но вот мы сказали, что есть расширение полей, значит они разделяются на ну алгебраические и не алгебраические, можно сказать, что есть с точки зрения добавления элементов, можно говорить, что есть добавление элементов алгебраических и трансцендентных, ну алгебраические тут выделяются часть как конечные, чем в основном занимались, еще есть алгебраические замыкания. Значит мы про конечные мы доказали теорему о превентивном элементе, поговорили про то, когда можно понять, какие есть промежуточные расширения, это можно сделать для нормальных расширений, ну или расширений голова в случае кое-то одно и то же. И дальше мы обсудили три, ну два больших применения, одно маленькое, а большие это как бы циркуль и линейка, построение циркулем и линейкой, основная теорема алгебры, с алгебрически замкнута, и разрешимость в радикалах. Ну, да, я тут не написал, но поэтому по ходу дела у нас там были какие-то факты, там, например, мы про сериум и фирма поговорили, при МНО-3, ну в общем, какие-то приложения у нас тут еще были, но вот я их опустил. Вот. Что еще вы тут хотите от меня услышать? Ну, они примерно, они почти не связаны, из теории колец мы используем теорию полей, только тот факт, что, то есть вот, цепочка здесь, которая была, это то, что если у нас есть поле, есть кольцо многочленов, то там, то есть если есть тот неприводимый многочлен, то факт, что кольцо по идеалу прожилым этим многочленом, это будет поле. То есть вот это мы использовали для расширений, больше вроде ничего. Окей. Ну, и сегодня такая дубайтная лекция, мы продолжим поговорить про разрешимость в радикалах. В прошлый раз мы закончили, ну, как сказать, закончили, поговорили про то, когда мы не разрешим в радикалах, и там было одно утверждение, которое мы не доказали, а именно вот теорема, то, что называется теорема Артина о характерах. Давайте я ее стимулирую. Теорема Артина о... Там нужно было доказать линейную независимость автоморфизмов, ну, у нас будет, как бы, может, сразу в общем случае, вот пусть у нас есть гомоморфизмы из какой-то группы H в множество противных элементов некоторого поля, считаю, что группа F — это поле, F — это мультипликативная группа, есть вот такие гомоморфизмы. ну, и они все разные. Тогда вот, разумеется, что они линейные независимы. Тогда если у вас сумма их равна нулю, то значит, что у нас все... ну, понятно, да, сами они, конечно, нулю не могут быть равны, потому что мы отображаем себя в офисе звездочкой, это гомоморфизмы групп. Но когда мы берем линейные комбинации, мы умножаем на просто числа, то есть мы что делаем? Берем любые числа из F и берем линейные комбинации. Ну, и можно поставить любой элемент групп, получим тоже число из F. Понятно, что когда мы берем линейные комбинации, то можно получиться ноль. Вот тождественная ноль может получиться только в том случае, если у вас все А1 на АК равны нулю. Ну, равенство нулю — это значит, что функция тождественная ноль, то есть для любого элемента из H у вас эта штука ноль. Ну, давайте я тут напишу, что А1 на АК — это какие-то элементы из F. То есть нам в прошлый раз нужно было это сделать, чтобы найти, чтобы доказать, что расширение циклическое, нам нужно было найти такой элемент, который не ноль при применении какой-то линейной комбинации автоморфизмов. Ну вот, для этого достаточно сказать вот такую теорему. Да, количество любое, да, это неважно. Значит, смотрите, в чем, значит, почему вообще это имеет равное существование. Дело в том, что на самом деле тут написано не одно равенство, а сразу написано куча равенств. Почему это так? Ну, потому что вы можете ну, вот, то есть у вас выполнено равенство, да, для любого элемента из группы H. Поэтому вы можете написать например, такую штуку. Ну, то есть... Что? Любые. Любые, да. Вообще не важно все что угодно. Смотрите, у нас если я применю здесь... Ну, вот, у меня написано следующее, да, что для любого G эта штука равна нулю, да, если у нас это выполнено. Но, с другой стороны, я могу сделать так. Я могу написать, что ну, для фиксированного G и для любого H будет выполнена такая и такое равенство. У нас хиадин-то гоморфизма, поэтому я могу произведение разносить. Значит, для любых G и H выполнена вот такая штука. Это значит, на самом деле, что я могу уже зафиксировать, аж менять. И поэтому у меня, кроме такой линейной комбинации, например, еще будет вот такая линейная комбинация. То есть я могу написать, что вот такая линейная комбинация тоже равна нулю. То есть у меня, на самом деле, не одно равенство, а сразу куча вот таких равенств. из того, что эти гоморфизмы различные, будет следовать, что я могу ну и из этих линейной комбинаций все время уменьшать количество характеров, тем самым сведя все к тривиальному случаю. Ну давайте доказательства. Индукция по К. То есть если К равно единице, то у нас написано такое. У нас написано А1 на Хи 1 равно нулю. Ну поставим сюда единицу. Это будет А1 на А1, то есть А1. И это же равно нулю, значит 1 равно нулю. Поэтому в случае одного характера действительно это правда. Значит пусть мы доказали для К и хотим доказать для К плюс 1. Возьмем, пусть есть какая-то линейная комбинация К плюс 1 характера равная нулю. Так как они различные, то первые К плюс 1 где-то отличаются. Значит существует такой элемент G, так как Хи 1 не равно Хи К плюс 1, то существует G такой, что Хи 1 от G не равен К плюс 1 от G. Да, ну видите я тут, ну вот вы спросили любые ли там К, Х и Ф, но понятно, что тут связаны да, эти условия, что например так как у меня гомоморфизмы должны быть разными, то количество К не может превосходить к количеству возможных гомоморфизмов с жарфовой созвездочкой. Поэтому если у вас тут мало гомоморфизмов, то вы характеров можете мало подобрать. Поэтому не то, чтобы К можно любым взять. То есть все-таки есть некоторые ограничения довольно серьезные. Поэтому если на первых Аж группы из одного элемента, у вас есть только один гомоморфизм, вы просто двух не сможете придумать. Ну или там, даже если Аж из двух элементов, у вас тоже, скорее всего, у вас со звездочкой у вас нет субвариантов. А в виде А, но все тривиальные есть и в минус единицы. То есть у вас там ну два гомоморфизма из двух элементов. То есть тут есть некоторые ограничения, конечно, существенные. Связывающие К, количество элементов Аж и то, что происходит у ВФ. Но, значит, если у нас они неравны, значит, это же такое, что это не одно и то же. Ну вот тогда сделаем трюк, который я вот тут написал. Значит, напишем вот такое равенство. у нас написано с одной стороны я могу написать А1 на Хи1 плюс так далее плюс АК плюс первое на ХиК плюс первое равно нулю. А с другой стороны я могу написать А1 на Хи1 от Ж Хи1 плюс и так далее плюс АК плюс первое на ХиК плюс первое от Ж на ХиК плюс первое это тоже будет равно нулю. Ну, теперь давайте убьем К плюс первое. Для этого надо домножить все на ХиК плюс один и вычесть. Значит, домножим вот это на ХиК плюс первое от Ж ну и вычтем. Ну, можно из нижнего верхнего наверное вычесть. Значит, получим вот такую штуку. Значит, А1 на Хи1 от Ж минус ХиК плюс первое от Ж на Хи1 плюс и так далее плюс АКТ на ХиК ХиКТ от Ж минус ХиК плюс первое от Ж на ХиКТ и это равно нулю. То есть, у меня последний слагаемый сократилось, а остальные ну несколько, значит, мы точно знаем, что вот этот коэффициент не равен нулю. Это не равно нулю. Ну, видимо, без ограничения общества мне нужно было предположить, что хотя бы один из коэффициентов не равен нулю, то есть, на первое первое не равен нулю. И если что, можно их переставить местами. Тогда получилось, что у меня вот здесь написано некоторое нетривиальное линейное комбинация из К характеров. То есть, у меня первый коэффициент здесь не равен нулю. Ну, а по продолжению индукции у меня все эти коэффициенты должны быть равны нулю. Получаем противоречие. Получили Ну, можно было не предполагать, что один равно нулю. И сказать, что вот из этого равенства следует, что один равен нулю, потому что это не равен нулю. Ну, и значит, все аи равен нулю, поэтому действительно это выполнено. Вот. Там на самом деле были еще дырки, которые вот я в прошлый раз оставил. Но, мне кажется, они там довольно технические, поэтому ну, оставим там на экзамен. Может, они докажут на экзамене. Я просто хотел рассмотреть, как бы, хотя бы хоть немножко успеть рассмотреть приложение, поэтому мы сейчас займемся приложением, а потом уже вернемся, если у нас останется время. Ну, в качестве приложения вот мы уже привели пример многочленок с группой ГЛУА, которая неразрешима и уровня неразрешима в радикалах. Давайте поговорим про то, что мы можем понять про уравнение третьей и четвертой степени. Они-то, по идее, должны быть разрешимы, потому что у нас группа разрешима. Вот, можем ли мы про них что-нибудь хорошее сказать? Ну, для начала давайте я напомню, как решается уравнение второй степени. на всякий случай, вдруг-то забыл. И что мы там делаем? У нас есть какой-то многочлен. Ну, какая вообще идея решения? Смотрите, у нас есть ну, я просто расскажу идею, которая будет использоваться для уравнения в большей степени. Значит, у нас есть два корня альфа-ген, альфа-2. мы про них знаем, что их там сумма это минус а произведение это b и то есть они сами могут не лежать в нашем расширении, но мы знаем, что их сумма и произведение лежат. Лежит. Значит, дальше мы придумываем многочлен от альфа-1 альфа-2, который сам неизвестно лежит ли в нашем расширении, но уж точно лежит его квадрат. И тем самым можем решить уравнение используя квадратный корень. Значит, этот многочлен это альфа-1 минус альфа-2 в квадрате. Собственно, то, что называется здесь криминант. Что понятно, значит, утверждается, что вот эти две штуки они лежат у нас в исходном поле, тогда вот такая вот штука альфа-1 минус альфа-2 в квадрате тоже лежит в поле. Значит, если это понятно, тогда получится, что мы знаем, что квадрат лежит в поле, значит, альфа-1 минус альфа-2 выражается как корень из этого числа, но зная разность и суммы, мы легко их найдем альфа-1 альфа-2 как вот собственно известная формула, когда вы берете минус а и проверяете плюс-минус корень из дискриминанта. Откуда мы берем, что вот эта штука лежит в квадрате? Значит, тут если мы хотим это делать в общем случае, надо использовать утверждение о том, что ну, тут, конечно, можно раскрыть и понять, что у нас там будет сумма квадрата минус учетовое произведение, но более технично сказать так, что вот этот многочлен, который написан, он остается на месте при действии групп перестановок. То есть, этот многочлен ну, что называется, симметрический от альфа-1 альфа-2. То есть, он остается на месте, то есть, f от альфа-1 альфа-2 равно f от альфа-2 альфа-1. А про симметрические многочлены известно, что они выражаются через элементарные симметрические многочлены, то есть, через а и b. Но раз этот многочлен выражается через а и b, значит, он лежит в q. Давайте я тут это напишу. Значит, в общем случае, это выглядит так. Определение. Многочлен от переменных называется симметрическим симметрический многочлен. Если он остается на месте под действием группы перестановок переменных. То есть, если для любого сигма из СН f от x сигма от единицы и так далее x сигма от n равно f от x1 и СН. Чтобы обобщить вот это движение, которое там написано, ну давайте скажем, значит, у нас есть вот эти многочлены, которые получаются в коэффициентах теоремы Виетта, называются элементарными симметрическими многочленами. Элементарные симметрические многочлены. Ну, давайте их тут выпишем. Ну, давайте назовем, например, S1 это у меня будет сумма, S2 это будет всевозможные попарные произведения и так далее, S2 это будет сумма всевозможных произведений K со множителями. То есть под всем возможным подможенств индексов от 1 до n. Мы берем I1 и так далее и K и это подмноженство индексов от 1 до n. Ну, соответственно, Sn это будет у меня просто произведение X1 и так далее и Xn. То, что они симметрические это понятно, мы просто взяли какой-то маном и сделали из него орбиту под действием всех перестановок ну, там поделили так, чтобы у нас старший квадрат был равен единице. Ну, есть теорема, которая говорит о том, что любой симметрический многочлен выражается через элементарные симметрические. Теорема. Если f от X1 Xn симметрический, то существует многочлен G такой, что f от X1 Xn это G от S1 и так далее Xn Что? Ну, G тоже из кольца K от X1 Xn У нас K это какое-то кольцо многочлен можно поле рассмотреть. напишем и H1 с H1 H2 H1 и H1 и H1 и H1 и H1 и H1 опять же сначала рассмотрим какие-то примеры и приложение а потом уже будем доказать теорему что в конце докажем если остается хотим решать научиться решать ранее третьей степени ну ли они третьей степени у нас ну есть два вопроса 1 как определить какая у них группа голова у пользователя многочлена и второй вопрос как вообще их решать какая как найти голова от f как решать уравнение так быстрее степенью тут попроще чем 4 значит во первых вот вы видите уравнение третьей степени да вот у вас написано какой-то многочлен x q и плюс так а x квадрате плюс bx плюс c вот ваш многочлен во первых мы сразу можем проверить нет ли у него рациональных корней если мы хотим где-то делать на то есть если у него рациональных корней нет то он сразу но если корни есть то мы сразу можем их выделить и найти остальные корни если нет то мы сразу знаем что он не приводим если да то можем разложить ну и дальше группа голова у него будет соответственно либо тривиальная либо это будет перестановка из двух элементов есть у него остальные два корни нерациональные если нет то что процент он не приводим значит утверждение которое мы делали в прошлый раз его можно немножко улучшить да и давайте я сразу напишу значит если у нас f от x не приводим над q то значит во первых его группа голова действует транзитивно на множество от 1 до n ну или транзитивно как под группу в сн отсюда следует что количество элементов не обязательно делится на n значит он что на 30 действует это следует того что мы любой корень любой может перевести у нас всего n корня этого многочлена но n то степень многочлена степень многочлена на честь он не приводим то любой корень любой можно перевести автоморфизмом значит есть транзитивность ну а так как у нас получается что в действии группы на множествах ровно одна орбита это значит что количество элементов орбите взять на деле порядок группу поэтому угла поэтому качестве мета группе было взять на делится на n существует же такое что же от альфа и этого равно альфа житая для любой пары корней альфа и т альфа житая многочлены f от x ну а так у вас при действии это множество у вас одна орбита то количество элементов группе голова конечно же делится на n ну там можно взять стабилизатор любого элемента тогда количество элементов группе это количество это кричит мин стабилизаторе умножить на кричит мин в орбите но значит делится на n поэтому если у вас и фрт x не переводим то группа голова у него может быть только либо с 3 либо 3 то что количество элементов делится на 3 надо определить у нас четные перестановки или если там четные перестановки лет на четных перестановок и для этого мы сделаем тот же трюк что я про не второй степени вот видите тут дискриминант написано ну вот мы сейчас сделаем дискриминант можно писать в общем случае дискриминант ну давайте определим просто как произведение альфа это минус альфа житая в квадрате по и не равным же альфа 1 и так далее альфа n корни многочлена f от x это называется дискриминант ну да хорошо давайте напишем и меньше же так правильно мы данным большими и не равны же можно без квадрата писать да я согласен смотрите чтоб значит что смотрите этот вот смотрите берете если вы примените любой перестановку корней то она переставит и житыми местами а все произведения останутся на месте ну она может конечно поменять знак но у нас написан квадрат по этому знак это не поменяет вернее ну давайте я напишу ну если я действую просто если возьму корень из дискриминанта то есть вот вот такое произведение x это минус x житая мы меньшим жи и возьму сигму из сн то сигма от корня из д будет равняться плюс-минус корни из д причем она будет ну равняться знаку сигма точнее она будет раз знаку сигма на корень из д действий от причем перестановка чет на это у нас это штука останется на месте а если чего то поменять знак потому что здесь просто написано ну количество инверсии то есть если вы взяли и минус жи тогда помените фигмо все жтики где вас было инверсии это будут минуса единица а для энергии поб viewed иниться поэтому количество минус единиц совпадает с количеством инверсий то есть У нас написано там минус один степени количества инверсий. Поэтому, если я применю перестановку, то она будет корнем из d. То в этом уложится на знак. Ну, а значит, если я возьму сигма d, это будет, конечно, d, потому что у нас в квадрате знак не меняется. Поэтому эта штука — это симметрический многочлен от коэффициентов самого многочлена. То есть вот эта штука, она лежит в ку. Что? Ну... Не, ну вот, берем дискриминант. Это... Ну, я понимаю, да, ну хорошо. Ну, понятно же, что вот такая штука. Вы вот тут выбрали какой корень. То есть мы взяли, если мы возьмем произведение, то в квадрате тогда с ним дискриминант, давайте под корнем считать именно вот такую штуку. Значит, мы получаем, что дискриминант, он лежит обязательно на национальных числах. Значит, небольшое прощение. Если вы хотите, ну, работать с многочленами, понятно, что можно путем линейной замены убить коэффициент при х квадрате. Можно заменить, сделать замену переменной. Ну, если мы хотим просто корень найти, то нам можно сделать линейные замены. И, в принципе, можно за это уравнение сделать линейная замена. сделать из него просто х кубе плюс bx плюс c. Ну, вот, если посчитать, то для такого уравнения дискриминант равен минус 4b в квадрате минус 27c в кубе. Если я не ошибаюсь. Я это вроде перепроверял, но можно еще раз проверить сейчас. Давайте посмотрю. Да, вроде... Нет, да, только тут b вкупится в квадрате, да. Да. b у меня второй степени, c у меня третьей степени, как многочлен от α1, поэтому тут должно быть совпадение. Вот. Ну, давайте скажу утверждение и сделаем перерыв. Хотя, конечно, мы позже начали. Ну, давайте я еще немножко поговорю про нулень третьей степени и сделаем перерыв. Ну, из этого уже понятно, что можно сказать такое утверждение. значит, если я под х не приводим, ну, и степени 3, то группа Галуа это S3, тогда и только тогда, когда дискриминант не является квадратом в арсиальных числах. D не квадрат. Ну, и это А3 в случае, если D квадрат. доказательства, значит, мы уже сказали, что если F не приводим, то у них есть только два варианта, либо S3, либо A3, потому что количество элементов делится на 3. Соответственно, нужно понять, лежит ли он полностью в четных перерывках или нет. Ну, вот как раз, если у нас все перерывки четные, ну, давайте так, значит, если F от X не приводим, то Галуа от F это S3 или A3, потому что количество элементов А, да, потому что количество элементов делится на 3. количество элементов делится на 3. Галуа от F это подгруппа в S3, делится на 3, S3 из 6 элементов, у него подгруппа из 3 элементов только одна, это А3, поэтому у нас только два варианта. И причем, значит, если Галуа это А3, то получается, то получается, что все перестановки, они сохраняют корень из D, оставили это на месте. Если это А3, то для любого, любой G из группы Галуа, G от корня из D это корень из D, корень из D лежит в исходном поле, то есть в Q. И наоборот, если Галуа от F это S3, значит, существует такой же из группы Галуа, что G от корня из D равен минус корень из D, значит, корень из D не лежит. Ну, Q в данном случае это группа, сохраняемая под всеми, то есть это, ну, вот это поле разложения L. То есть у нас, ну, вот L это поле разложения многочлена F. То есть если он всеавтоморфизм сохраняет какой-то элемент, он лежит в исходном поле, а если наоборот есть элемент, который не сохраняет, значит, он не лежит в исходном поле. Ну, таким образом, можно вот различить эти два случая. Ну, это нам поможет для, в том числе для группы S4, когда мы будем с ней работать, но это не совсем помогает нам научиться решать, ну, почти, ну, непонятно, как из этого извлечь решение собственного уравнения, как решать уровень третьей степени, как у вас данного уровня третьей степени, как на те корни. То есть вы, конечно, знаете, что дискриминант, то есть так и дискриминант у вас, его корень либо лежит, либо не лежит, то корень здесь вы сможете, значит, вы дискриминант сможете найти. То есть, в принципе, вы знаете вот эту величину. Но как напрямую из нее получить формулу ну, или даже такую величину, то есть вы знаете попарное произведение корней. Как из нее извлечь сами корни это довольно хитро, поэтому мы здесь поступим, у нас будет, давайте я напишу некоторый трюк и сделаем перерыв. Так, где можно сделать, наверное, можно сделать, да? Ну, то есть, тут параллель такая, что искать группу Глуа и решить сравнение это немножко разные вещи, поэтому с группой Глуа тут попроще сравнением, ну, попроще в том смысле, что это прямолинейное решение делается, а сравнение немножко похитрее. Но идея такая же. Значит, что значит решить в сравнении? Мы хотим каким-то образом, вот у нас есть три корня, альфа-1, альфа-2, альфа-3. И мы хотим из них найти какую-нибудь их, какие-нибудь их комбинации, ну, там, какие-нибудь многочлены от них, или какие-нибудь линейные комбинации, такие, у которых, ну, вот, как и для этого, как и для многочленов корней из Д, орбита под действием перестановок, она не очень большая. То есть, если у нас орбита состоит из двух элементов, это значит, что мы эти элементы сможем найти. То есть, мы хотим найти какие-нибудь многочлены от альфа-1, альфа-2, альфа-3, такие, чтобы, когда мы делаем перестановки, у нас получалось очень много новых многочленов. Вот, например, для дискримината получится всего два, он и минус он. И это хорошо, значит, мы можем его найти. И по, как бы, аналогии, ну, вот, мы сделали дискриминат, там мы взяли все, взяли все парные разности. В принципе, у нас мог бы быть другой подход, а именно, ну, когда мы правим второй степени, то мы альфа-1 плюс альфа-2 имели, а альфа-1 плюс альфа-2 мы построили как корень дискриминанта. Здесь работает, для трех работает хитрым образом похожая аналогия, только нужно взять корни третьей степени из единицы. То есть, вот, возьмем такие числа, рассмотрим. Альфа-1 плюс альфа-3, альфа-1 плюс омега, альфа-2 плюс омега в квадрате альфа-3 и альфа-1 плюс омега в квадрате альфа-2 плюс омега альфа-3. Омега это, ну, это кси-3, то есть, кубический корень с единицы, который единице не равен. Но, один корень, одна этих штук автоматически лежит в расстоянии числах, потому что это просто сумма корней. Давайте я вот тут обозначу где-то как-нибудь z, а это какой-нибудь u. Ну, и спрошу вас, что будет, если я применю какую-нибудь перестановку к z. Что я вообще могу получить? Вот я беру какую-нибудь сигму из 1, 2, 3, из s3 и применяю его к z. Что я могу получить? какие есть мысли? Ну, я точно могу получить z, да, здесь. Наверное, я могу получить u, если я поменяю второй, третий корни местами. А что еще я могу получить? То есть, на первых, что будет, если я сделаю циклический сдвиг 1, 2, 3? Куда z перейдет? z на омегу. То есть, я могу еще получить омегу на z, омегу в квадрате на z, омегу на u и омегу в квадрате на u. Но, что-то получилось не очень, потому что я хотел, чтобы у меня в орбите было два элемента, а их тут 6. Но это не так страшно, потому что эти элементы, например, z, омега, z, омега на z, омега в квадрате z, легко свисти к одному, а именно z в куб. Поэтому мы посмотрим на z в кубе плюс u в кубе и z в кубе на u в кубе. Вот такие два числа. Значит, эти две штуки, утверждается, что эти штуки являются симметрическими многочленами от α1, α2, α3. Значит, если вот это то, что написано, правда, то z в кубе может переходить только либо в z в кубе, либо в u в кубе. И наоборот. То есть, если z в кубе переходит в u в кубе, то u в кубе переходит в z в кубе. Поэтому эти штуки, они симметрически многочлены от α2 от α3. Значит, они лежат в вертальных числах. Ну, раз сумма в разденье двух элементов лежит в q, значит, мы можем найти их с помощью решения квадратного уравнения. Ну, если мы их находим, то мы дальше можем найти z и u. Ну, вы спросите, как кубички корень извлекать, но там уж мы что-нибудь придумаем. Можем, в крайнем случае, перебирать варианты. Ну, а если мы нашли z и u, то дальше мы уже находим α1, как на персуму вот этих трех чисел. Вот эти две? Ну, смотрите, еще раз. Берем перестановку вот этих, вот берем перестановку индексов в этом выражении. Значит, если это перестановка по циклу, то у нас число нравится на омега. ну, то есть, ну, смотрите, вот у нас, то есть, вот я, мы берем, например, такую перестановку, да, α2 плюс омега альфа 3 плюс омега в квадрате альфа 1. Ну, это то же самое, что омега в квадрате. Сейчас. это должно быть, ну, тут, видимо, сейчас перестановку сделать, сейчас, неправильно я сказал, да, плохо сделал, надо было не перестановку смотреть, давайте такую рассмотрим. если мы возьмем, например, вот такую, а тоже получится, сейчас, да, это вот просто омега на z. Если мы возьмем, например, вот то, что я написал сначала, то это будет омега в квадрате на u. Ну, и дальше, там, если возьмете, ну, например, транспозиция, это, то есть, ну, у вас, сейчас, любая перестановка из s3 является композицией транспозиции и цикла. Транспозиция из z делает u, а трансцикл умножает его на омега, поэтому вы с помощью этого можете провести всевозможные операции умножения на омега, и замену z на u, поэтому, ну, орбита у вас больше, чем 6 элементов не может составить, поэтому это просто вся орбита и есть. Но из этого видно, что если я возведу в куб, то у меня z в кубе остается на месте под действием, ну, вот, если я возьму это в кубе, то он будет остаться на месте под действием вот этих перестановок. Ну, а если я возьму сумму z в кубе плюс в кубе, тогда она остается на месте под действием всех перестановок, значит, симметрический многочлен. непонятно понятно ну вот если мы находимся из этого так дальше можно найти там например альфа 1 как сумма z плюс у плюс вот этот коэффициент который ну у нас он просто равен нулю потому что мы его убили так эта теорема симметрический многочленных если у нас есть assime answered three он выражает через элементарного симметрические многочлена элементарный симметрические многочлены так ну то есть мы сделали два шага один шаг посмотрели про группу что-то поняли а второй шаг это вот как решать уравнение да то есть мы можем найти z кубе у в кубе из них находим zt у потом находим африн как сумму но остальные уже понятно там останется обратно уравнение мы его найдем так давай сейчас делаем перерыв вы сейчас немножко отойдете скажите что-то еще непонятно и ну и перейдем к четвертой степени наверное вот мы про него расскажем и закончим так да если кистики так не спросили но ведь я сам формула не помню то есть из того что тут написано получается что вот это за такую плюсов клубе это видимо у нас будет q или минус q то есть минус d пополам а вот эта штука это f кубе видимо то есть вот вот я нашел дизна за три минуты поиска в интернете вот получается что один корень это вот просто сумма этих двух штук ну ноль тут не нужно писать то что там сумма всех храней у нас он нулю вот этому коэффициенту что а.д. а.д. это видимо но надо проверить я так как бы так быстро переписал может там c это b но скорее всего так то есть вот четко формула то есть написано так значит на всякий случай то чтобы то что было в прошлый раз давайте я скажу значит там будет аккуратно расписано в экзамене что вы доказывать только то что было на лекциях значит я напомню что было что мы успели доказать про разрешимость радикалах а чтоб что мы не значит мы не доказали но как бы неформально использовали не доказали во первых это определение то есть мы сказали что есть разное определение и мы негласно использовали более простое определение которое нам нужно но строго его не доказали я сейчас его сформулирую значит мы сказали что есть определение что если f от x не приводим то айф от x разрешима в радикалах если можно считать что все альфаиты то есть ну давайте поле разложения многочлена альфаиты от река которая получается из следующих полей добавлением корня то есть к и ты это к и плюс первое с добавленным корнем какой-то степени вот какого-то элемента а а второе это то же самое только мы тут требуем чтобы к и то было полем разложения вот мы используем пленде звездочки а равносильность их мы не доказали то есть мы вот равносильность звездочки две звездочки не доказали второе что мы не доказали значит мы доказали теорему как образоваться теория кумера о том что давайте я напишу значит доказали что если у вас есть расширение канат f и нормальная f содержит корни n-ой степени единицы то тогда это решение циклическое только тогда когда группа угла циклическая то есть то есть это мы доказали а что делать случае когда f не содержит корни n-ой степени единицы мы не знаем поэтому до конца теорема о том что решение уравнение в радикалах разрешимы так это группа угла и его разрешима мы не доказали потому что мы нужно для уравнений вот для случае когда f не содержит корни n-ой степени добавить корни n-ой степени показать что там тоже будет это все работать поэтому поэтому теорема разрешимость мы догадываем только в одну сторону ну вот мы знаем вот такое утверждение все то есть тут есть две дырки вот это и вот это их доказывать не нужно так но давайте немножко просто осталось время поговорим про не четвертой степени значит какая группа угла и как решать значит группа угла но тут немножко сложнее во первых мы уже не можем просто так понять не приводим он или нет потому что даже если корни нет может быть такое что там произведение двух скобочек второй степени но мы на это пока забьем будем считать что мы знаем что f от x не приводим а тогда его группа голова у нее порядок делится на 4 ну и тогда можно сказать что группы которые могут быть это такие ну может быть s4 может быть а4 значит это соответственно а4 и 12 значит она должна делиться на 4 и делиться на 24 значит остается еще 8 и 4 и там есть только значит тут 24 12 еще есть d4 из 8 ну и есть из 4 элементов есть две возможные группы zp4 z и v4 других не бывает нет опять же надо про группа через 8 элементов их там всего 5 до сочи дезоморфизма но абелев по группу точно нет порядка из 8 элементов а не абелев у нас 2 это до 4 группы кутернионов но в общем можно проверить что руку кутернионов там не будет ну 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 понятно в чем отличие там этих двух да zp4 z это когда вы берете группу пройденную циклом а в 4 это группа пройденная парами транспозициями они 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 не за морфа одна их за 4 а другая за 2 на за 2 ну и более того вот эта подгруппа то есть если брать подчетные перестановки то вот это стоит и четных перестановок и остальные все стоят и содержат еще нечетные перестановки как и в случае уравнения треть степени можем посмотреть на дискриминант который равен все еще альфаида минус альфаида в квадрате и как и в прошлом как и для случая трех если у вас группа лежит в а4 то состоит из четных перестановок то все корни скроминанта остается на месте поэтому он лежит в основном кольце то есть q а если у вас группа содержит хотя бы одну четную перестановку то она не сохраняет корни дискриминант значит он не является квадратом поэтому можно сказать что группа была лежит в а4 тогда только тогда когда дискриминант квадрат но кроме этого мы ничего из этого здесь не можем то есть мы можем разделить их на две кучки на с4 d4 d4 z4 и а4 v4 а что с ними дальше делать вот тут как бы непонятно значит и здесь как и в случае с размерности степенью 3 надо придумать какие-то выражения от корней у которых не очень большая орбита ну вам кажется что по налоге надо было взять значит тут мы взяли корни второй степени корень 3 степень то будет корень 4 степени но это не совсем работает ну точнее там нужно немножко как это подрихтовать чтобы это работало поэтому мы сразу скажем ответ а именно у нас есть такие вот тут есть группа v4 ну собственно когда вы строите разрешимую цепочку там будет группа v4 и важно значит придумай если вы хотите придумать маном у которого то есть как это говорится значит у вас значит если вы рассмотрите группа 4 которые действуют на себе атом есть орбита состоящий из трех элементов вот видите если здесь с 4 всеми пересд'намками такие штуки они основатся на месте и отсюда появляется мысль что если у нас Y3 есть орбиты с трех элементов а это очень хорошо три элемента это как рара хорошо и значит что мы кубическое равнение кубиц creative г-му решать умение надо придумать штуку которая выглядит примерно вот так ну поэтому мы возьмем вот такие три выражения а именно альфа 2, альфа 1, альфа 2, плюс альфа 3, альфа 4 альфа-1 альфа-3 плюс альфа-2 альфа-4 и альфа-1 альфа-4 плюс альфа-2 альфа-3 то есть вот у нас есть четыре корня мы возьмем такие три выражения ну давайте как-нибудь обозначим там r1 r2 r3 то есть если я беру симметрический многофейн от 1 на 2 и 3 то это будет симметрическим многофейн от альфа-1 альфа-2 альфа-3 альфа-4 потому что то есть у меня если сигма из с 4 то есть любая перестановка этих корней она ну вот это все лежит в одной орбите да то есть я применю приставку к одному из элементов это будет код другой элемент поэтому если я возьму консиметрическую штук от родина 2 r3 то она будет переводить эту штуку себя то есть она сигма от r1 лежит внутри r1 r2 r3 ну от ирытого значит если я фото 1 r2 и 3 симметрический то сигма от f равно f значит сигма от f у нас будет лежать внутри q таким образом мы получаем из нашего ранее четвертой степени уравнение третьей степени ну берем уравнение второго корня родина рвай 3 это будет уравнение социальными коэффициентами который называется кубической резольвенты это вот x минус r1 на x минус r2 на x минус r3 по доказанному у нее коэффициенты рациональные ну давайте опять напишу формулу так формула 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 так сейчас мне где-то было шпаргалка где-то был написан даже новую формула напишем упрощенным виде чтобы не мучиться но вы можете ее сами посчитать проверьте это правда но если вот у вас уравнение и четвертой плюс а x плюс b то кубический резервент у вас будет x кубе минус 4 b x плюс а в квадрате минус а в квадрате минуса в квадрате ну давайте обозначим но обычный ванчет р3 от x это этой это я просто стал частном случае просто в общем случае тут будет вот такие выражения на давайте но хорошо я могу написать в общем случае просто не хотел тратить время ну давайте напишем где тут написано сейчас но там если у вас уравнение сейчас сейчас вас будет другие буквы все сломается значит если у вас было вот такое уравнение а в кубе плюс b x в квадрате плюс x плюс d тогда кубическая резервента она будет выглядеть так r в кубе минус b x в квадрате плюс ac минус 4d x минус а в квадрате cd плюс c в квадрате минус 4 bd я поставил а и b равны нулю и получил то что там написано у меня продать я сделал что было вам удобнее всего испорчен cd dc да если что там чем формулу дискримината можно написать но он там она тоже будет ужасная то есть но для такого многочлен дискриминат будет равен минус 27 c в 4 минус 256 плюс 256 на d в кубе в общем не очень приятно считать то есть вы решение такое да вот выбираете многочлен из него детстве им гостин третьей степени находите у корня дальше вы знаете вот эти выражения как из них найти ну вот как 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 из них найти альфа-1 альфа-2 альфа-3 альфа-4 возникает вопрос ну да на самом деле тут надо как бы опять сделать еще один шаг то есть вы можете сделать например взять и родим кср 2 и проверить что это будет ахалин плюс альфа-4 альфа-2 плюс альфа-3 и дальше у вас есть сумма всех четырех элементов и такое разбиение значит вы знаете сумму альфа-4 альфа-2 альфа-3 если вы это знаете вы найдете все корни то есть тут на самом деле еще нужно кое-что это делать но в общем вот в раннейшем степени мы худо-бедно то есть там использовать дикие формулы вот решать научились что касается группу голова то есть такая табличка ну какая табличка смотрите берем вот смотрим этот многочлен но на кубическую резольвенту у вас есть два варианта либо эта штука не эта штука не приводима либо она приводима если она приводима значит у вас какой-то из элементов лежит в основном поле если нет основном поле это значит что все перестановки из группа голова оставляет элемент на на месте потому что все элементы ну все элементы поля сутся на месте это значит что ваша группа должна лежать внутри стабилизатора вот такой перестановки а если ну и наоборот если у вас какой-то группа лежит внутри стабилизатора такой перестановки тогда надо сохранить какой-то элемент и знать что у вас автоматически этот многочлен будет приводим и наоборот если он не переводим значит на группа не лежит внутри стабилизатора этой перестановки поэтому получается такая табличка с я нарисую у нас есть четыре варианта значит во первых дискриминант квадрат да не нет да нет да значит r3 от x не приводить ну приводим не приводим не приводим 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 если где и квадрат р3 не приводим и ттс 4 тут а4 тут d4 или z по 4z и тут в 4 но частности давайте поведем пример собственно тот который я хотел пример числа у которого минимальный многочлен степень 4 но который не построен циркулем и линейкой а именно берем многочлен ну да главных правильный взять значит x 4 минус x минус 1 там коэффициент даже правильный надеюсь что неправильный что проверим вот возьмем такой многочлен у него он не приводим вы наверно ну конечно эти картины шин тут не применим зато можно сделать читерство и просто посмотреть его по модулю по модулю 2 это будет x 4 плюс x плюс 1 в 2 уравнение четвертой степени значит корней у нее нет потому что нолик единичка не подходит и что он является может если квадратом только произведение многочленов не приводим в второй степени а по за 2 по второй степени только один многочлен не приводим это искать и плюс x плюс 1 и он в квадрате не равен вот этому поэтому этот многочлен не приводим надо 2 значит погашенный приводим над q не приводим над q так если мы напишем о кубическую резольвенту то мы получим что получим значит x икс кубе плюс 4x минус 1 значит у него все корни которые могут быть это только 1 и минус 1 но не мил ни один минус 1 не может быть корнем поэтому он тоже не приводим вот это еще раз значит у него нет корней до нолик единичка не подходит нолик получаем единичку дичьку получаем единичку тогда он является проведением многочлена второй степени многочлена второй степени над за 2 их всего ну там там есть их всего 4 при этом у всех трех остальных есть корни поэтому если он представляет себе произведение непредимых многочлен второй степени это может быть только квадрат этого многочлена а квадрата многочлена это их четвертый плюс x квадрате плюс 1 и он не совпадает с этим поэтому это бы гащен не приводим значит этого не многочлене от корня поэтому он не приводим матку и еще нужно посчитать дискриминант ой ужас чего минус 27 c в квадрате плюс 256 минус 256 так но это у нас двести восемьдесят три это не квадрат согласно что в личке да получается что у f от x группу гула из 4 а значит у нас есть многочисер степень с группа глаз четыре значит его корень нельзя построить цирку линейка потому что его поле разложения имеет степень не степень двойки а внимание многочлена имеет четвертой степени вот ну чтобы доказать эту табличку ну я в принципе уже примерно рассказал вот мы половину сделали то есть мы сказали что вот есть разделение такое что группу гула из 24 тогда когда когда квадрат q но еще нужно доказать второе утверждение давайте я напишу здесь она делается абсолютно аналогично только для кубической резольвенты а именно нужно доказать что что количество элементов группе гула делится на 3 тогда и только тогда когда у вас r3 от x неприводима ну что такое количество группу гула делится на 3 значит что у вас вот эти три штуки лежат в одной орбите по действием группу гула а просто есть они если он неприводим то идет в одной орбите там приводим то они в разных орбитах для то что кто-то лежит вкус значит он идет в отдельной орбите но если вот вы это докажете тогда вот можно будет сейчас правильно говорю потому что кратко сказать сейчас нет было утверждение да чат ну потому что мы такая теорема что z построим а циркулем и линейкой тогда только тогда когда польза разложения в минимальном многочинами это степень степень двойки а его поле разложения многочинами степень двадцать четыре то есть степень поле разложения над q 2 в степени к или поле разложения минимального многочлена для z от q а у нас тут не не степень двойки сейчас дайте может быть аккуратнее скажу ну да да нет все правильно то есть у нас получается что как раз вот этого случая когда многочин не переводим у нас степень делится на 3 а тут 8 или 4 или 4 к степени делится внутри вот внутри терки да это к нашу ничего не успею но это же не останется там не знаю надо подумать от вроде не сложно ну вот собственно вот так можно то есть по крайней мере какой-то принят рассказать пока это как решать ранее 3 4 степени хотя бы схематично и что-то понять провод группу голова и вот по многочлен теперь может что-то говорить по качеству степени уже там есть классификация можно про них понимать как они устроены но все так видимо программа будет в течение недели поскольку есть какие-то сумасшедшие которые будут сдавать досрочный экзамен но посмотрим мост они еще откажется тогда можно что ну ну немножко